Ухо, горло, нос. Именно лорорганы в организме встают первыми на пути инфекции извне и частенько воспаляются. Насморк, головная боль, боль в области лба, боль вокруг носа под глазами. Все эти симптомы могут говорить о синусите. Что это такое и как с ним бороться? Будем разбираться. Это программа на здоровье. Я Инга Гудаль и наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Самостоятельный человек может понять, что у него начался именно гайморит. Размножение микробов, потому что им там тепло, темно и сыро. Молча улыбаются. И глубоко вздыхают. И все это может воспаляться? И все это может воспаляться? Замечать, да. Нос вообще я дан человеку, чтобы дышать, а не чтобы капать в него все, что можно. Как вылечить гайморит без проколов? Значит, соли полпачки, полфлакончика еще йода. А если печет, значит, работает? А если печет, значит, работает. Получается, природа недоработала? Нет. В гостях у нас врач-утоларинголог медицинского центра Медин Альбина Пикуленко. Альбина Витальевна, здравствуйте. Сразу вопрос. Что такое синусит? Я, например, привыкла говорить гайморит. Это вообще одно и то же? Синусит – это собирательное понятие. Это воспаление околоносовых пазух. А их сколько? Их четыре с каждой стороны. То есть восемь у одного человека. Давайте прям раз их много, начинаем откуда? Ну, возле носа давайте начнем. Да, это гайморовые пазухи или верхнечелюстные. Также есть лобные пазухи. Они находятся в лобной области над глазами, тоже многие знают. Есть также решетчатые клетки или решетчатый лабиринт. Находится в решетчатой пазухе. Это примерно между глазами. В области переносится, да? Да. Ну вот, да, дальше. И еще основная пазуха или клиновидная находится, можно сказать, посередине черепа. То есть на дне гипофиз. И все это может воспаляться? И все это может воспаляться. Замечательно. Когда воспаляются пазухи возле носа, мы знаем, что это гайморит. Дальше что? Да. Верхнечелюстные пазухи – это, конечно, при воспалении гайморит. Если лобная, то это фронтит. Если решетчатые пазухи, то это этмоэдит. И основные пазухи – это сфеноэдит. Боже мой, сколько терминов. Да. Ну, наверное, не стоит запоминать. Все. Синусит – общий термин. Вот чаще всего, конечно, гаймориты встречаются. Наиболее чаще, потому что очень неудобно расположена сама пазуха. Все пазухи сообщаются с полостью носа. То есть есть выводное соустие, с помощью которого все, что накапливается в пазухе, выводится в полость носа. Ну и это все мы выдуваем, и, конечно, это все выходит. Но верхнечелюстная пазуха расположена очень неудачно, потому что выводное соустие сверху, то есть в области угла глаза, а пазуха сама расположена к низу, и она довольно большая. Поэтому при любом вирусе, при любой простуде, при рините, когда происходит отек соусти, который сообщает нос и пазуху… Да, отток нарушается, и, конечно… Получается, природа недоработала. Что-то недоработало. С состоянием черепа разобрались, с тем, где что воспаляется тоже. А вот почему воспаляется? Есть много причин. Как правило, чаще всего это, конечно, осложнение вирусных инфекций. Это чаще всего осложнение гриппа, то есть после перенесенной инфекции. Ещё могут быть предрасполагающие факторы вследствие отёка слизистой оболочки носа, то есть когда происходит закупорка этого соустья. То есть это могут быть аллергические какие-то процессы. Что сейчас очень часто. Очень часто, особенно в летний период, конечно, когда цветение. Это может быть искрепление перегородки носа, когда кривая перегородка упирается в соустье, то есть в противоположную сторону, и, конечно, перекрывает нормальную аэрацию пазухи, и происходит застой. А вот слышала ещё, что даже зубы невылеченные могут стать. Да, может быть. Верхние зубы некоторые выступают своими корнями прямо в гаймеровую пазуху. И отграничивают от пазухи, отграничивается слизистая оболочка. Поэтому при поражении этих зубов, при кривозных процессах, конечно, могут быть тоже адонтогенные гаймериты. Почему у одних людей всё-таки часто это случается, а других нет? Может быть, ещё разница в строении анатомии? Да, здесь играет роль чаще всего искрепление перегородки носа. Это в большинстве случаев. Ну и, как я уже говорила, аллергические реакции. Плюс, конечно, иммунитет. Альбина Витальевна, а самостоятельный человек может понять, что у него начался именно гаймерит? Или, давайте так, синусит. Ну, то есть симптомы. То есть это головные боли, боли в области лба, боли в висках могут быть, частая жалоба. Боли под глазами в области, в проекции пазух. Также заложенность носа. Это наиболее частый симптом. Слизистогнойные выделения из носа, то есть жёлтого, зелёного цвета. Общая слабость может быть даже повышение температуры тела. В зависимости от пациента, у каждого по-разному. Ну, а вот насморк – это обязательный симптом? Нет, не всегда. Не всегда. Бывает, когда перекрыто соустье, пазуха не дренируется. То есть всё, что там есть, там остаётся. Вообще, когда пазуха не дренируется, закрыто соустье, происходит размножение микробов, потому что им там тепло, темно и сыро. Поэтому очень идеальная среда. Поэтому очень часто в таких условиях размножаются микроорганизмы. И, конечно, у таких пациентов не будут выделения из носа, будут отсутствовать. Поэтому, когда пациент приходит с жалобой на то, что он не может дышать, очень часто мы направляем на рентгенографию пазух носа и выявляем, то есть даже во время аллергического процесса, то есть когда он предрасполагает к гаймериту, то, конечно, мы часто очень выявляем... Находки такие, да? Да, параллельно с... Альвина Витальевна, ну вот многие думают, что синусит, ну давайте в данном случае гайморит, раз он чаще встречается, что гайморит, в общем-то, ничего страшного, само пройдёт. Что скажете? К сожалению, не пройдёт. Если пациенты так думают, то, конечно, это запускается процесс велотекущего гайморита, он переходит в хроническую форму. Также могут быть осложнения. Если пациент не будет лечить, то, конечно, могут быть угрозы жизни даже пациента. Осложнения могут быть внутричерепные и глазничные. Глазничные осложнения могут быть как гнойного характера, то есть это флегмонорбиты, абсцессорбиты, которые также закончатся оперативно. Ну это страшно. Да, это страшно. Оперативным путём надо будет лечить. И, конечно, могут быть просто отёки. А если это уже внутричерепные осложнения, то это менингиты, энцефалиты. А вот ещё один, уж не знаю, миф или нет. Опять же, многие, да, наверное, большинство считают, что гайморит – это только прокол. Ну то есть я имею в виду способ лечения. Что скажете? Нет, это уже устаревшая информация. Гайморит – это не только прокол. Здесь есть определённые показания. То есть назначается пациенту консервативное лечение. И если оно не помогает, то, конечно, лучше пропунктировать. А сколько вы смотрите интервал времени? Ну вообще улучшение должно наступить буквально на второй день. На второй день. Это при консервативном лечении, да? Да, да. Также рентгенологическая картина. Если мы видим на рентгенограмме уровень жидкости, это говорит о том, что там именно гнойное содержимое, которое не может выйти. В таких случаях тоже лучше сразу делать пункцию. Ну, значит, развенчали миф по поводу того, что единственное лечение гайморита – это прокол. Давайте сейчас посмотрим материал о том, какие ещё мифы существуют вокруг гайморита. Миф первый – страшный. Пункция – это нестерпимо больно. Совсем нет. Операция проводится под анестезией, так что возможен только дискомфорт. Ну а боль может возникнуть после того, как пройдёт действие анестетиков. Миф второй – ещё страшнее. Синусит легко переходит в менингит. В общем-то да, но такое случается редко. И речь идёт только о фронтите – воспалении лобных пазух. Очаг инфекции расположен очень близко к мозговой оболочке. Миф третий – вредный. Синусит можно вылечить прогреванием, например, варёным яйцом или солью. Однозначно нет. Инфекционное воспаление категорически нельзя греть. Это лишь ухудшит ситуацию и приведёт к серьёзным осложнениям. Миф четвёртый – пессимистический. Если сделаешь прокол, придётся делать постоянно. Нет и ещё раз нет. При правильном лечении гайморита этот прокол, как и сама болезнь, вполне может оказаться единичным случаем в жизни. Миф пятый – осложнённый. После прокола всегда бывают осложнения. Нет, осложнения, конечно, случаются, но крайне редко. Осложнения от отсутствия лечения тяжелее и бывают гораздо чаще. Миф шестой – сомнительный. Насморк – это достоверный признак гайморита. Вовсе нет. Насморк может быть симптомом многих заболеваний. И напротив, гайморит, в частности хронический, далеко не всегда проявляется насморком. Альбина Витальевна, вот мы посмотрели сюжет, упоминались народные средства. Вспомнила ещё одно. Многие верят в такую целительную силу цикламена. Я, по-моему, правильно произнесла название растения. Ну, точнее, его сока. Что скажете? Многие закапывают всё это себе в нос. Ой, многие закапывают не только это себе в нос. К сожалению, нос вообще я дан человеку, чтобы дышать, а не чтобы капать в него всё, что можно и нельзя. Конечно, к цикламену нужно относиться очень осторожно, потому что может вызвать аллергию, может вызвать ожог слизистой оболочки. То есть себе можно навредить. Поэтому лучше после консультации врача только начинать лечение. И то теми препаратами, которые непосредственно врач назначил. Например, а какие препараты содержит цикламен? Вот, я хотела сказать, что есть препараты, которые разработаны на основе. Есть прямо сок цикламена, который находится, ну, в аптеке продаётся. Также есть ещё синуфорты, вот препараты, по-моему, там тоже цикламена. Да, есть. А скажите, пожалуйста, вот колонтхоя, алоэ. Мне в детстве очень часто родители... Вот предварила, Елена Леонтьевна, мой вопрос. Какие ещё есть средства народные, от которых медики, ну, или приходят в ужас, или наоборот говорят, да, здорово? Ну, вообще, на самом деле, в нос капают очень много сок морковки, сок свеклы, и сок, ну, вот. В общем, всё ещё можно выжить трав, да. И даже уринотерапию некоторой применение. Уринотерапию довольно часто приходят пациенты на приём и говорят, что добиваются стойкой ремиссии только благодаря промыванию носа уриной. Стоит ли спрашивать, как реагируют медики на это? Молча улыбаются. И глубоко вздыхая, да. Я говорю, что я рада, что вам это помогает, да. Хорошо, а вот есть ещё такой популярный способ промывания носа водой, солью и содой. Вот что касается промывания носа водой, содой, солью. Лучше, конечно, самим такие растворы не делать, потому что можно переборщить немножко солью. Особенно наши пациенты очень любят, если побольше, значит, поэффективнее, значит, соль и полпачки, полфлакончика ещё йода туда. А если печёт, значит, работает? А если печёт, значит, работает, и всё супер. Нет, на самом деле это в корне неправильно, и можно тоже себе сделать ожог слизистой оболочки. Пересушить её. Пересушить её. Надо понимать, что там очень маленькие реснички в слизистом эпителии, поэтому их очень легко сжечь. И человек будет без обоняния, с высушенной слизистой оболочкой, то есть с корками в носу. Это очень неприятно, поэтому это очревато. Я рекомендую, если очень хочется промывать физраствором, то лучше купить его в аптеке и самим его не делать. Готовый. Да, готовый физраствор, пожалуйста, можно. Альбина Витальевна, давайте сейчас об опросе. Мы проводили его в Инстаграме канала ТСВ. Зрителям нужно было ответить, да или нет, на какое-то утверждение. Ну, а сейчас комментарии ваши. При насморке в нос нужно закапать сок лука или чеснока. Мы уже касались, но давайте ещё раз. Нет, лучше не надо, потому что, опять же, можно вызвать аллергию или сжечь себе слизистую оболочку. Ну и, наверное, какой-то доказательной базы, что это работает вот таким образом, наверное, всё-таки нет. Ну, нет, конечно, нет такой доказательной базы. Ясно. Далее. Чтобы вытекла вода из уха, нужно попрыгать на одной ноге, наклонив голову. Распространённое утверждение. Ну, конечно, можно, но лучше просто полежать. А ещё лучше ушную раковину оттянуть кверху и кзади. То есть при этом выравнивается наружный слуховой проход, и вода действительно вытечет. То есть она вытечет, в принципе, в любом случае, и можно даже не помогать ей. Да. Следующее утверждение. Если идёт кровь из носа, нужно запрокинуть голову назад. Все мы так, по-моему, делаем. Ни в коем случае. На самом деле лучше её, наоборот, вперёд наклонить и пальцем прижать крыло носа к перегородке. Потому что если запрокинуть голову назад, то кровь будет продолжать стекать по задней стенке глотки, и мы это видеть не будем. А так пациент точно будет что-то делать, пока приедет скорая, например. А прижимая крыло носа мы что, пытаемся остановить? Остановить кровотечение, потому что чаще всего у пациентов кровоточат зона кисельбаха. Это такое место, которое находится на перегородке носа прямо в передней его третьей. То есть поэтому прижатие... Крылышко носа как раз. Да. Прижатие мы очень можем остановить. Надо запомнить совет специалиста. Далее. От мороженого можно заболеть. Тоже все мы слышали. Можно заболеть, но тем пациентам, у которых хроническая инфекция в горле, то есть хронические танзелиты, фаренгиты. Конечно, мороженое сужает сосуды из-за холода, и нарушается приток крови к миндалинам, ну вообще к горлу, и снижается приток, конечно, лимфоцитов, которые... Защитников. Да, защитников. И, конечно, инфекция, которая у всех содержится в норме, вот, кого-то больше, кого-то меньше, она начинает персистировать и при этом вызывает заболевания. И еще одно утверждение. Уши надо чистить каждый день. Нет. А как? Да. Вот. Очень любят многие чистить уши ватными палочками. Нужно понимать, что сера... А чем еще? Ну, конечно. Сера выделяется у нас в передней части наружного слухового прохода. Эта часть, она подвижная. То есть во время разговора, во время приема пищи, то есть сживания, благодаря височно-нижнечелюстному суставу происходит движение этой стенки. И, конечно, сера в норме сама выходит. То есть как бы ее не надо оттуда доставать. Но когда пациенты думают, что они сейчас сами почистят себе уши, они вот эту серу заталкивают. Утрамбовывают. Да, утрамбовывают в тот отдел, который не шевелится. Да. И поэтому образуются пробки. Пробки возникают там. Хорошо. Но то есть получается, что уши вообще не надо чистить? Снаружи только тихонечко, глубоко не лезь. Без фанатизма. Без фанатизма. А правоатные палочки забываем навсегда. Да, желательно. Можно после душа, пожалуйста, полотенечком сколько можно протереть. И все. Альбина Витальевна, теперь вопросы задают зрители. На какую-то часть вы уже ответили в Инстаграме. И вот следующие вопросы. От чего может быть пульсирующий шум в ушах? По ночам тоже бывает. Причин может быть очень много. Это может быть поражение внутреннего уха. Также может быть нарушение питания слухового нерва. Может быть отит среднего уха, отит наружного уха. Также причин очень много. Сосудистые поражения головного мозга в том числе. А также при просто серной пробке тоже может быть такое невозможно. Может быть повышенное давление и анемия. У беременных очень часто такое бывает. Поэтому это заболевание системы крови тоже могут вызвать. Вот другой вопрос. У ребенка течет коричневый серый из ушек, но при этом ничего не болит. Как расценивать? Это может быть вариант нормы, потому что серый у всех разный. У некоторых жидковатый, у некоторых более плотный. У некоторых черный, коричневый. То есть варианты везде. Следующий вопрос. О чем говорит постоянная заложенность носа у взрослого? Есть сезонный гайморит. Заложенность носа может быть по ряду причин. Это может быть искривление перегородки носа. Это самое разное, когда обе ноздри страдают. Это может быть как механическая преграда, как я уже сказала. Также могут быть полипозные какие-то разрастания в полости носа. Тоже к механическим отнести можно. И народная тема. Это к детям больше относится. И народные тела. И может быть функционального механизма. А сам сезонный гайморит не может давать вот эту заложенность? Да, но это будет только во время обострений. То есть во время ремиссии гайморит себя никак не проявляет. Но в любом случае, я так понимаю, гайморит нужно в данном случае лечить, раз он сезонный. Ну если да. То есть во время, когда обостряется. Также может быть вазомоторный ренит. Их очень много. Аллергический ренит. Вот очень актуальный вопрос. Спрашивают. Уже год пользуюсь сосудосуживающими каплями. Как избавиться от зависимости? Что касается избавиться. Значит, эти пациенты, которые пользуются сосудосуживающими каплями. Это типа нафтезина, да? Да, да, да. К ним, конечно, возникает просто зависимость. А после какого времени зависимость? Ими можно пользоваться только 3-5 дней. Как в инструкции. Да. То есть больше 5 дней ими пользоваться вообще нельзя. И если человек пользуется уже неделю. Ну, как правило, это, знаете, те, которые хотят вылечить гайморит самостоятельно. Вот у них нос закладывают. Они пользуются сосудосуживающими каплями. И всё. То есть их это устраивает, нос дышит, и им больше ничего не надо. Вот. Но при этом развивается зависимость и вазомоторный ринит. И, конечно, таких пациентов с капель нам приходится медикаментозно уже снимать. Мы назначаем специальные спреи, которые для этого предназначены. Также антигистаминные препараты. Противориергические, да? Получается, что самостоятельно невозможно избавиться от зависимости. Нет, возможно, они могут перетерпеть. В общем-то, 2 дня этого будет достаточно, но они не могут. Ребёнок храпит по ночам, спит с открытым ртом. Врач говорит, что это норма. Это так? Нет, это не норма. Вообще, конечно, может быть безобидная причина. Например, сухость воздуха. Особенно сейчас, когда у нас отопление и на улице тепло, конечно, сухость действительно присутствует. Это может быть из-за этого. То есть слизь густеет, образуются корки, из-за этого ребёнок храпит. Но это может быть также искривление перегородки носа. Это могут быть аденоидные вегетации. Это может быть аллергический ринит, вазомоторный ринит. То есть тот же гайморит это может быть. То есть тоже необходимо дообследование, чтобы выявить причину. Ещё вопрос есть. Беспокоит постоянно ком в горле. Как избавиться? Чтобы избавиться от кома в горле, нужно опять же знать причину, потому что их тоже может быть очень много. Какие? Что касается горла, это может быть грибковая инфекция, то есть молочница в простонародье. Также это может быть просто на фоне стрессовой ситуации какой-то. Это может быть рефлюкс изофагит, который даёт нам увеличение язычной миндалины. Также будет ком в горле. Это может быть узел щитовидной железы. Тоже можно давать ком в горле. Поэтому здесь нужно обследоваться не только у лор-врача. Ну и желательно к эндокринологу сходить. То есть лор исключит свои варианты. Каждый доктор исключит свои варианты. Ясно. Нос не дышит почти полгода в полную силу. Есть какая-то преграда при дыхании. Что делать? Нужно смотреть, какая там преграда при дыхании. Потому что, опять же, пациент может думать, что там что-то механическое. А это может быть вазомоторный ренит. То есть набухание слизистой оболочки носа. Именно там не носа, а у нас есть специальные кавернозные тела, которые снабжены большим количеством сосудов. Вот они могут набухать. И отёк может быть на протяжении полугода? Да. То есть в любом случае, опять же, к врачу. Конечно. Ребёнку 2,5 года, насморк раз в месяц. Аденоиды в норме. Какие могут быть причины? Это, скорее всего, иммунная система ещё просто не установилась. Поэтому ребёнок реагирует абсолютно на все микробы, которые встречает. То есть, в принципе, если это не заканчивается осложнениями, то ничего страшного. Процесс адаптации к нашему миру. Да, процесс адаптации. То есть это можно промывать носик физраствором, просто закапывать. Опять же, увлажнять воздух в помещении. И желательно, чтобы, конечно, воздух в помещении был довольно прохладный. То есть не сухой, жаркий. Так, ещё один вопрос. При заложенности носа можно прогревать или нежелательно? Это уже зависит от того, когда заложенность и при каких условиях. Если это гнойный гайморит, то, конечно, промывать нельзя. Если это вирусные инфекции, опять же, без температуры, то прогревать можно. Если температура тела повышена, выше даже 37, прогревать нельзя. Как вылечить гайморит без проколов? Кормящая мама спрашивает. Вопрос прямо по нашей теме. Вот как? Что касается кормящей мамы, здесь, конечно, сложность. Потому что им очень много препаратов нельзя. То есть запрещены. Поэтому здесь нужно смотреть, насколько серьёзный гайморит. То есть бывает гайморит с осложнениями, когда мы рекомендуем даже завершить грудное вскармливание и начать лечение серьёзное. Если нет, то, конечно, подбираем антибактериальную терапию, которая разрешена при грудном вскармливании. Ну и сопутствующие препараты, которые также разрешены при грудном вскармливании. Альбина Витальевна, ну давайте теперь о том, как лечить синусит, гайморит, всем остальным. Что делать? Ну первым делом к врачу, это понятно. К врачу это понятно. Обязательно. Ну чаще всего мы назначаем рентгенографию. Вот. Давайте об исследованиях. Что вы назначаете? Чаще всего это рентгенография предаточных пазух носа, которая показывает нам, что есть в пазухах, какого характера примерно. То есть мы можем отличить, есть ли там гнойные выделения, либо просто серозные выделения. Вот поэтому... Или просто отёк даже. Или просто отёк, да, слизистой оболочки очень часто. Но не всегда рентген снимок показывает воспаление. И в некоторых случаях вы направляете на компьютерную томографию. Когда это и как часто? Бывают пациенты, у которых есть кисты или гипертрофия слизистой оболочки выраженная. Конечно, в таких случаях мы направляем на компьютерное исследование для того, чтобы выявить, разграничить, скажем, патологию. То есть это острый гайморит, либо это хронический, либо это просто гипертрофия, вот слизистой оболочки, которую необходимо лечить оперативным путём. Поставили диагноз, допустим, гайморит или фронтит, неважно. Что дальше? Лечение. Сразу же назначается пункция или всё-таки врач всегда сначала назначит консервативное лечение? Есть моменты, когда назначается пункция. Это, как я уже говорила, уровень жидкости в пазухах. Когда мы видим, что там гной, то, конечно, лучше пропунктировать сразу. Пациенту станет намного легче. Ну или же, когда пациенту уже совсем плохо. То есть когда у него ярко выраженные симптомы, он приходит, он согласен на всё, он сразу сходу говорит, что я согласен на пункцию, лишь бы у меня не было таких головных болей. Если не пункция, консервативное лечение, как правило, это антибактериальная терапия. Тоже должен назначать врач, потому что мы отталкиваемся от аллергических предрасположенностей. То есть если у пациента есть на какую-то группу антибиотиков аллергия, то, конечно, мы её не используем. Препараты, которые будут разжижать слизь, находящуюся в пазухах, и, конечно, улучшать её отток. Но для того, чтобы улучшить отток, также нужно назначить ещё противоотечные препараты. Как правило, это антигистаминные, чтобы немножко соустье открылось. Потому что если мы будем разжижать, но при этом оно не сможет выйти, то нет смысла. И, конечно, спреи в нос с содержанием антибактериальных препаратов. То есть местные, либо сложные капли у нас любят назначать. И что, после лечения, допустим, прошёл острый гайморит, всё это на всю жизнь? У кого как. У некоторых может не случиться вообще больше никогда. Да, у некоторых может повторяться часто. Это зависит от того, насколько пациента иммунитет сильный. Ну и плюс, есть ли хроническая форма или нет. Да, и также бережное отношение к себе, здоровый образ жизни. Альбина Витальевна, определились мы с определением, что же такое синусит с лечением. А теперь давайте о том, что делать, чтобы его не заработать. На самом деле, если заболел человек, то надо лечиться. Лечиться надо вовремя препаратами, которые подходят. И, конечно, постельный режим соблюдать. То есть не пренебрегать своим здоровьем во время вирусных инфекций, потому что, как правило, синуситы – это осложнение вирусных инфекций. Ну, то есть получается, что любой насморк надо лечить. Да, любой насморк надо лечить. Вообще, на самом деле, многие пациенты путают гайморит и ринит. Дело в том, что при остром рините третья стадия – это всегда слизистогнойные выделения из носа. И поэтому, когда у них наступает третья стадия, многие пациенты, конечно, прибегают в панике, что у них гайморит. На самом деле, нет, не обязательно. Мы с вами ещё затрагивали тему искривления носовой перегородки. И знаю точно, что какое-то время назад многие врачи советовали её исправлять. А сейчас появились вроде бы новые исследования, в которых говорится, что такая аномалия есть у очень многих, и большого вреда она не приносит. Что вы скажете? Вообще, на самом деле, искривление перегородки действительно у 90-х. Мы же когда рождаемся, наверное, если естественно путём? Нет, это всё происходит во время пиков роста, как правило, во время полового созревания. Зависимость искривления перегородки носа у каждого своя. У кого-то она может быть просто в таком месте, который будет вызывать частые гаймориты. То есть именно упираться шипом, например, в противоположную стенку. Получается индивидуально. Да, и нарушать аэрацию пазухи. У некоторых в верхних отделах может снижаться обоняние. У некоторых в общем носовом ходе, хотя небольшое искривление, но будет снижаться дыхание через нос. Поэтому всё индивидуально. Но, как правило, если затрудняется носовое дыхание, то лучше, конечно, оперировать. Ну и давайте ещё очень коротко. То есть вы сказали, лечим насморк до конца, то есть ОРВИ. Что ещё нужно делать, чтобы не подхватить гайморит, не познакомиться? Закаляться. Закаляться. Зубы. Зубы обязательно надо лечить. То есть не оставлять на потом, когда будут лучшие времена. Конечно, если есть проблемные зубы, надо санировать обязательно, потому что здесь будут не только гаймориты от антогены, но ещё проблемы с полостью рта. Аллергия. Аллергию нужно также лечить вовремя. Сейчас есть очень много препаратов, есть специальные прививки. То есть, в принципе, можно аллергию предотвратить, когда знаешь, что у тебя определённая сезонная аллергия. То есть, в принципе, если обратиться вовремя к врачу-аллергологу, можно вовремя это всё предотвратить. И, конечно, не будет аллергии, не будет гайморита. Что ж, Альбина Витальевна, спасибо, что пришли. После нашего разговора, уверена, многие поймут, что гайморит – это очень серьёзное заболевание, которое всё-таки лучше лечить, чтобы потом не было мучительно больно. Спасибо. Это программа «На здоровье». Удачи вам. Увидимся. Смотрите наши передачи «Дышите свободно». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова